По словам пловцов, именно в этот момент они забывают обо всем. Для них есть только дорожка, вода и время. Казанский бассейн сегодня собрал лучших молодых спортсменов России, Азии и Европы. Для многих турнир олимпийского чемпиона Александра Попова – важнейший старт жизни. С волнением справляются не все. Не спрямился. Погло плохо. Ну, вот такой же цели писать. Только очень. Это не основной стиль. Сейчас будет 200 тролем, а там буду работать. Ну, а прямо сейчас идет чемпионский заход. Спортсмены действительно идут по-настоящему хорошо. Даже идя по суше, мне приходится за ними подпевать. Кстати, они будут тролем. И этот стиль плавок считается одним из самых быстрых. Мотивация спортсменов сегодня запредельная. За ними наблюдают сразу два олимпийских чемпиона. И они уверены в такое тяжелое для российского спорта время. Нам важно сплотиться и идти дальше. По церемонии закрытия, если все требования с нашей стороны будут выполнены, то и Олимпийский комитет России, и национальная команда получают полное признание и, в общем-то, возвращение того, что у нас было. Можно было бы во всех обидеться и перекладить, проводить то у них для юношек. Мы делаем так, чтобы через 4 года, через 8, или кратно, понятно, циклом, у нас постоянно были ребята, которые будут продолжать. Имя обладателя Кубка Попова мы узнаем через два дня. Соревнования продлятся до 10 декабря. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Соревнования продлятся до 10 декабря.